ассаламу алейкум привет всем сегодняшний ролик я хочу посвятить любителям авто любителям бмв потому что у меня интересуется откуда пригнать машину как пригнать или допустим насчет растам может интересуется ну я бы хотел конечно в первую очередь сказать что если ты хочешь германскую машину естественно должен гнать с германии потому что просто может нету на местных машинах ростом может не бывает если американская машина гоните с америки и расторможку делайте только у себя если вы покупаете как-то в другом месте то уже она там расторможена понимаете если эта машина не соответствует выходу производству данной страны тогда она уже там когда приезжает растормаживается и вы покупаете даже многие люди не знают что не покупать расторможенную машину и привозят к себе домой заново и и растормаживать цена конечно поднимается я допустим пригнал бмв пригнал с америки но вы сейчас скажете бы вы ведь это германия я пригнал м-пакет м-пакет выпускают в германии поэтому там она была мне без расторможки обошлась ну так как я проживаю на кавказе у нас здесь допустим с расторможкой немного дороговато за нее я отдал 9000 где-то до 9 тысяч долларов данную машину ну как тут есть конечно такие вот как бы сказать варианты можно переглядим грузию потому что с американскими номерами всегда расторможка дороже не забывайте кто живет на странах снг пусть помнит о том что американские номера расторможка дороже я что сделал в данный момент я ее пригнал в грузию период там оформил там очень дешево машину получил грузинские набрались грузинскими номерами приехал сюда и расторможен ну еще о чем хотелось сказать друзья тут интересуется у меня спрашивают сайты где можно посмотреть машины в первую очередь я хочу вас предупредить что потому что я сам сталкивался с такой проблемой допустим смотришь на сайте выбираешь определенную машину вам она нравится подходит по цене все а когда приезжаешь на место уже подходишь к машине смотришь совершенно не соответствует тому что вам предлагали понимаете это как бы такой механический обман идет поэтому лучше ехать на базар смотреть выбирать там машину еще нужно быть очень осторожным потому что есть очень хорошие такие мастера которые ремонтируют машины они она может быть побитые она может даже перевертышем но ее так отреставрируют так сделают что вы как бы сказать можете этого не заметить особенно новички еще самый большой страх водителя или покупателя авто это утопленник так называют утопленные машины вообще я хотел сегодня снять ролик ту машину которая пригнал бмв 535 x и она труба мотор м пакет с америки прямо на просто сегодня весь день шел дождь у меня не получилось снять видео потому что я в первую очередь хотел наружность снять и показать многие конечно знаю но для тех людей которые не знают этот ролик был бы полезен конечно я его завтра сниму если не будет дождей но не спрашиваю почему бы вы крепкая почему не играет корпус моих машинах едешь допустим как-то вроде на кочках уже скрипеть начинает но в бмв никогда не в эту этого скрипа и именно что держит корпус это я вам объясню покажу все еще покажу когда машина утоплена какие могут быть там эффекты это будет все завтрашнем ролике еще дорогие друзья не забывайте если машина утоплена когда садишься внутрь вход там все будет чисто вот там все будет блестеть там будет я не знаю там даже как бы сказать очень хорошо ремонтирует но запах убрать не мог понимаете утопленная машина всегда пахнет всегда у него такой неприятный запах и вот это вот не забывайте именно когда вы сели в машину если есть запах запах чего вот допустим тряпку намочишь несколько дней она постоит до что получается получать неприятный запах вот именно чем-то похоже на этот запах берите себя от топливных машин сайт и насчет сайтов как я уже сказал на сайтах в основном выбираешь я вот у меня был такой случай я как-то не знаю смотрел на сайте выбрал лексус себе он мне очень понравился в общем позвонил человеку договорились там цену снизили окей горит приезжай готова приехала на базар увидел машину смотрю цвет другой там она была как бы черная а тут она уже серая но это из-за фотоаппарата когда фотографируешь из-за солнца там освещение в общем не то получается понимаете сел машину думаю дать вперед-назад посмотреть прокатиться смотрю что в скорость проблему какая-то и вы не поверите скорость вылезла осталось у меня в руке в общем машина была извиняюсь за выражение конченая накладки цифр в общем надо ехать на месте выбирать машину и после этого вот после этого лекция именно выбрал эту машину я проверил там сразу сервисе все конкретно и нету конечно никаких проблем ролик я сделаю завтра как я уже сказал этот ролик будет внешне понимаете снаружи я объясню чё к чему там много секретов у этих машин а бортовой компьютер когда я в прошлом видео говорю что бортовой компьютер отправлен на переформатирование должен уже где-то числа 19 должен привести его когда буду вставлять бортовой компьютер и я покажу тоже как его подключать как снимается панель как подключается все если будут у кого проблемы знаете какие проблемы проблема такая бывает иногда вот монитор есть же сам монитор и там бмв загорается и погасает загорается и погасает не думайте что у вас что-то не работает потому что там проблема со шлейфом бывает я и шлейф завтра тоже покажу вам какой шлейф и как можно самостоятельно это избавиться от этой проблемы потому что когда я отвез сервис машину мне подключить там компьютеру сказали там не работает аудиосистема там не работает будет навигация bluetooth но оказалось что все работает я просто что сделал почистил шлейф и включил подключил как полагается у меня на сайте там есть фотографии можете там увидеть но когда привезут монитор но этот бортовой компьютер я конкретно все объясню потому что многих владельцев бмв бывает такая проблема в общем но я не знаю может быть они знали может быть из-за денег это может быть не знали действительно так говорили идет смысл слова о том что мне предложили в общем поменять это все аудиосистему там все в общем это обошлось это 600 700 долларов я отказался и сам разобрал машину разобрал панель вытащил бортовой компьютер посмотрел что шлейф как бы чуть-чуть не то я его почистил как чистить я тоже сниму ролик как его нужно чистить это очень как бы сказать нужная вещь потому что без посторонней помощи вы сами можете это сделать но не надо делать ту ошибку которую сделал я я почистил флейф этот шлейф вставил все начало работать но вы знаете в человеке ведь бывает такое а почему должен старым шлейфом пользоваться я пошел купил новый шлейф и снял старый шлейф подключил новый и у меня монитор погас у меня монитор погас почему вот это самое главное не забывайте когда меняешь шлейф нужно перри файл там какой в компьютере система все зависает пропадает и нужно что делать заново форматировать вот этот ваш бортовой компьютер я сделал такую вот единственную ошибку поменял на новый шлейф сам компьютер не признал этот шлейф нужна была прошивка и вот эту прошивку сейчас мы делаем уже сделали вернее я ее отправил в город баку снар чего на сейчас она вот приедет в общем снова к чему идет потому что спрашивают люди сайты про авто не надейтесь на сайт я имею ввиду не доверяйте сайтам потому что в сайтах 100 на 50 100 на 50 обман я сам в этом убедился ну и в общем завтра мы снимем ролик там будут буду уже показывают будет конкретнее все как бы сегодня у меня не получилось снять этот ролик и поэтому я решил дома вот так объяснить чтобы никто не обижался в общем чего еще хотелось сказать когда буду снимать я при выборе машины на что нужно обращать внимание я давайте тоже объясню все и в общем не забывать что машины гонять выгоднее того места где нету растормошки если вы везете машину несоответствующую месту происхождения то вы оплачиваете для растормошки естественно цена подымается вот это тоже не забывайте ну что осталось еще сказать до завтра ассаламу алейкум желаю всем счастья и здоровья в общем завтра запущу этот ролик но если не будет дождей так что всем до встречи пока